Проблема пробок актуальна не только для больших городов. Заторы на дорогах с недавнего времени преследуют и сыктывкарских водителей. Главная причина – изменение работы светофоров. Главная цель, которая преследуют автоинспекторы – это снижение количества столкновений на дорогах. Так, в 2018-м в Сыктывкаре было выявлено сразу 10 очагов аварийности, работу над которыми ведут уже почти год. Так, последний раз интервалы изменили у светофоров на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красных Партизан. Впредь на переход улицы у пешеходов больше времени, что, конечно, не особо радует большинство тех, кто за рулем. Ну, в принципе, эта дорога главная, здесь большая нагрузка. В принципе, я согласен. Расписание все сбилось. Сбилось все расписание напрочь. Я здесь езжу каждое утро и пробки очень нервируют. А вот новая система регулирования движения на пересечении того же проспекта с улицы Малышева, наоборот, вызывает среди водителей больше положительных отзывов. В этом году здесь также провели работы по снижению аварийности. Впредь светофоры разделяют потоки транспорта на четыре фазы, что позволяет водителям выехать на повороте с второстепенной дороги на главную уже без встречи с поперек движущимися машинами. Как результат – отсутствие аварий. Опасный выезд на главную дорогу недавно был и в Эжве. Выезжать на повороте с улицы Весенней водители могли лишь направо – в сторону города, без возможности сразу же свернуть в сам район. Для этого им приходилось проезжать почти треть километра до ближайшей развилки и только после этого делать разворот. С появлением светофора эти маневры стали ни к чему. Однако снизить количество аварий новая схема так и не помогла. А потому инспекторам пришлось увеличить интервалы проезда. Более полутора минут ожиданий и только 12 секунд, чтобы выехать на главный проспект. Эту разницу в интервалах водители ощущают сильнее всего вечером, когда количество машин увеличивается и им приходится стоять в пробке. Однако такая регулировка обеспечивает безопасность пешеходов, движение которых здесь особо активно. Впрочем, даже это не особо помогло. Через несколько месяцев после совершенствования работы светофора лихачи на этом участке спровоцировали еще две аварии. И сегодня в ГИБДД отмечают. Пока в городе это единственный перекресток, на котором антиаварийная работа так и не принесла должной плоды. Зато создала дополнительные сложности автовладельцам. Пробки в утренние и вечерние часы теперь здесь практически каждый день. На этих участках были на протяжении многих лет концентрации ДТП, в которых пострадали граждане, также был причинен материальный ущерб. Светофорное регулирование не предназначено для увеличения транспортного потока, то есть увеличения потока транспорта, движущегося по той или иной улице, а предназначено для исключения конфликтных точек на пересечении проезжих частей. Впрочем, устранение нежелательных пробок все-таки возможно с помощью внедрения в светофоры автоматической системы управления дорожным движением. С ростом потока машин она может изменить интервалы самостоятельно. Впрочем, ввести ее в эксплуатацию можно лишь с разрешения администрации города. Все-таки стоят светофоры на муниципальной земле. Переговоры ГИБДД со столичными властями уже идут. И вполне возможно, в скором времени пробок в Сыктывкаре станет гораздо меньше.